Итак, ребята, всем привет, вы на канале Денайв, с вами Борода, у нас игруха под названием Кроус, это новая королевская битва, высаживаемся. Так, ну давайте в самую горячую точечку. Это кровавая зона, режим номер 2. Как я и говорил в прошлом выпуске, что надо бы просмотреть все режимы и тогда сделать выводы. Ну вот, начинается все уже не очень, это напоминает статичные игры в КС, что явно не свойственны для данного жанра игры, где ты постоянно спаунишься с рандомными оружиями и пытаешься что-то где-то сделать. Вот это вот сейчас просто максимально сильно приближенно, но, извините меня, какая же это королевская битва? Но не той, а хотел бы, наверное, видеть. В данного типа режимах. Че, врах? Не, не врах. У меня нету ровным счетом ничего. Ни бронь. С кем идет файт? Они файтятся сами с собой или что? Ну, типа, я так понимаю, основная же задача это... Это захватить точку. В принципе. Все. Так, как можно переспавниться обратно? Так, пять секунд до высадки, я так понимаю. Хорошо. Сменить вооружение. Давайте мы попробуем... Что у нас тут есть вообще? Эмочку. Давайте попробуем эмочку. Так, эмочка у меня закрыта. У меня доступен только у... Понятно, что это... Сменить особо и нечего. Так, ну давай сюда. Обратно. В ту же точку. Мы не успели пострелять. Тихо, это лучше. Непонятно. Но с таким прицелом... Блин, тут можно какой-то прицел найти нормальный? Потому что это же просто трэш. Мне бы вот понять, здесь лут какой-то есть или что-то. Как можно вот с таким прицелом вот что-то сделать? Ну, это реально мастер-кис. Ладно, на базовом уровне, когда ты только заспавнился в самом начале, то здесь же сразу идёт, получается, выброс в горячую точку. Здесь идёт трэш. Так. Да, это были враги. Я понял. Вокруг нашей века, это здесь сидят два чела, которые вражеской типой. Малдёж. То есть, лута нет, прицела никакого нет. Если у тебя изначально он не установлен, потому что здесь можно модифицировать своё оружие и изначально устанавливать различные прицелы, до уйдя его деду базового. То есть, я так понимаю, его либо покупаешь, либо выкачиваешься каким-то образом. Вот такими вот тупыми мучениями, сотнями смертей. Так, ну вот тут у нас вообще танк едет. Малдёжно, наверное, да, против танка играть. Там вот какой-то парень бежит. Я так понимаю, вот это же вот бессмысленно. Это мне нужно брать было там базовую. Где-то здесь она была, в принципе. Ну да. Вот. И получается, нужно бежать и пробовать уволить танк. Но при этом всё, он ещё и умудряется свалить. Да ладно, вы серьёзно? А этим можно убить людей? Не, а это просто не убивает, да, никого? Я понял. Зачем? Чё случилось? Почему я прилёг? Это, типа, меня кто-то сбил с дистанции, ранил. Чё случилось? Вот, вот. Завоевал. Мы выиграли. Я вот прям ощутил свою пользу в этой игре чудеснейшим образом. Это вообще кайфово было. Это лучшая игра, в которую я играл на данный момент. Просто пушечка. Просто вот лютейший огонь. Давайте ещё раз. Надеюсь, запустит с первого раза. Возможно, повезёт. Да, смотри, с первого раза запустила. Нам реально повезло. Ничего себе. Хорошо. Давайте ещё раз. Я хочу просто прочувствовать всю эту мощь. Кайфануть. Смотри, этот раз у нас по-другому идёт выброс. То есть, там мы сразу просто выбирали точечку. А здесь мы даже на парашютике нам даёт возможность пролететь. Балдёжненько так. Ты, может, уже спрыгнешь? Уже ж там близко. Всё, можно. Давай. Хорошо. Так, ну чё, балдёж, я вам скажу. Точка наша. Я вот хочу посмотреть, что в этом ящике. Возможно, тут какой-то пополненный боеприпас. Я понял. То есть, прицел, в принципе, Unreal здесь как бы найти. Хочешь ты этого или не хочешь, увы, не судьба. Я просто его больше тут нигде не вижу. Я нигде не вижу какой-либо возможности. Что-то подобное. Мужик, а ты чё, как тут вообще нормально, да? Окей. Вот я не пойму, почему. Вот я тут... В каждой игре, чтобы вы понимали, клавиши меняются. То есть, перед этим тап у меня был это меню с оружием. Здесь уже всё. Меню с оружием нет. Есть табличка со статистикой. На обучениях говорили, что ваш инвентарь, типа все дела, управление оружием, модификациями отвечает кнопочка О. О. Вот в прошлом выпуске мы О использовать не могли. Здесь мы тоже О использовать не можем. Но в том выпуске хотя бы работал таб. Здесь же не работает в априори ничто. Ну, а типа как это можно понимать? Как, в принципе, вот с таким прицелом можно играть. Не знаю, возможно, нужно тупо зажимать и стрелять от бедра. Возможно, мы попробуем сейчас такую игру. Не знаю, возможно, все бегают, как в КС получается, и файтят от бедра просто. Может быть. Если это так, то это, ну, ну, извините, это вообще не королевская бедра. И я явно против. И перед этим мы брали базуку. Окей, почему базука не убивает обычных людей? Как это вообще работает? Я, конечно, не эксперт, но если рядом с тобой падает снаряд, но должен сниматься хотя бы какой-то дамаг. Должна идти ударная волна, должна кого-то убивать. Так, по мне уже файт идёт, да? Это снайпера все. Чё, тут у нас идёт захват точки, да? Окей, там я видел. Но опять у меня в БФ привычка. Вот, от бедра, да? Да, да, получается, от бедра и надо играть. Получается, просто надо играть от бедра. Если играть от бедра, то нужно понизить сынсу, потому что я всё-таки завысил сынсу тогда. Можно как-то... Во, спасибо. Я очень большую сынсу для этого дела поставил, потому что если играть от бедра, так не получится. Вот сейчас как понять, она изменилась или нет? Я не понимаю. Настройки вошли в действие, потому что меня просто логинул. Нет, настройки, конечно, не вошли в действие. Хорошо, завершение. Давайте попробуем от бедра играть. Просто вот эта привычка после Фортнайта, после PUBG, она люто тебя заставляет играть в прицеле. Потому что играть от бедра там, в принципе, невозможно. Что ж ты там будешь делать? Ну, что-то я попал. Но явно не так хорошо, как он. У него либо прицел есть, либо он уже давно играет. Я не понимаю. Так, у меня килл вроде как был. Давайте-ка пробинтуемся. Так, ну что-то я себе восстановил, я вижу. Так, я тоже хочу ХЕ-шку кинуть. Возможно, поможет. О, там уже свои, да? Ну, ребят, сорян, сорян. Кто же знал? Надо точку захватывать. Отлично! Мы захватили еще точку. Плюс 500 баксов, 300 опыта. Там что-то накидало. Каких-то бессмысленных вещей непонятных. Мне пока вообще не нравится, не знаю. Это уже третий бой получается. Ну, а каш-то, ну, вот прям вообще. Я прям максимально. Снаряд полетел. Есть какие-то прикольные вещи, я не знаю, но в основном, ну, это по мне стреляют, да? Хорошо, того убил. Да, тихо. Ну, вот тебе от бедра получается. Не, смотри, добился. Красавчик, молодец. Окей. Высадились. Не, не высадились еще. Сейчас высадимся. 10 секунд до высадки. Не знаю, это чисто, знаешь, какая-то кс-ка на мини-малфер. И любишь жанр кс, хочешь что-то там отвлечься, перезагрузиться, немного отдохнуть. Ну, пожалуйста, заходи, давай. Можешь попробовать кайфануть. Может быть, у тебя это получится. Но в целом, в целом, я не знаю, но скорее нет, чем да. По-моему, уж лучше зайти в кс-очку, дальше погамать, побегать там что-то, кайфануть. По классике, так сказать. Так, танк наш, вижу. Хорошо. Там что-то у ребят не получается до конца точку все-таки захватить. Надо подойти помочь. Скорее всего, не успею помочь. Да, не успею, они уже захватили все. Хорошо. Так, ну и что, у нас там осталась одна или две точки? Так, а что, кто его убил-то? Нет, просто дефать сейчас надо, пока наши найдут. Ну, мы тут вдвоем остались и все, получается. О, привет. Хэшечку, нет. О, да. Херовая хэшка. Ну, ладно. Что, он там жив? Нет? Где он делся? Так, вэшечка, надо захилиться. Ну, что-то попал там, не знаю, какой-то дамаг нанес. Ну, стоит ли он того? Ну, в конце посмотрим статистику. Ну, что-то он, 16-е в списке. Отличившихся. Так, а где тут запасы-то пополнить? Вон, вижу, точку надо пополниться. Так, ну, идем дальше. Что за ящик? Просто ломок, понял? Осталось у них, ага, они отбили точку И обратно. Ну, получается, мы сейчас можем как дубой пойти. И все, отвоевать. А танк, что, наш, не наш? Вроде бы наш, точка наша. А, вон, не наш танк. Я понял, балдеж. Ну, давай, танк с танком разбирается сам. Мы тут попробуем что-то сделать от себя. Так, пошла война. Ну, вот мне бы сейчас на пул, я не знаю, было бы неплохо. Ну, и что, там что-то попадает хотя бы, я не знаю. Хотя бы немножечко. Ну, вроде бы, да, вроде бы что-то залетает. Если бы снопу можно было взять, там-то и коряк не поесть, но почему-то его не могу выбирать. Ну, вот что-то залетело опять ему. Так, хорошо, что-то даже убил кого-то. Неплохо. Ну, мне вот как от бедра стрелять, не знаю, проще, комфортнее вот так вот издали стоять, накидывать, да и все. Ну, это реально комфортнее. Сейчас же где-то с какой-то стороны будут бежать по-любому. Что-то не вижу никого пока. Все, спокойненько. Вроде как точка наша. Да уйдешь. Хорошо, можно пополниться. Так, тихо. Где ты накидываешь? А, это с вертолета, я понял. Но это не мой конкурент. Как будет? С вертолета особо-то не побоюешь с ним. Как же ж его убивать там? Вон там вижу на G парней. Наших убивают, ложат, косят. Пойдем помогать. Вижу, вон там парень. Ну, вот чё-то зарегало чё-то. Вот ещё зарегало. Чё, он там Uber нет, не пойму. Наверное, да. Не, он там лежал, всё бескомфортно смотрит. Вот, балдёж, это вертолёт. А, это танк даже, это не вертолёт. Это кайт, конечно, да. Это хорошо было. Чё, свои танки-то не прикрывают, ё-моё. Мы так будем в Вечность играть. Одну точку захватил, ту точку просрал. Обратно пошёл её отвоевать, я эту точку просрал. Так, ну я бы вот на F-очку, да, давай, высадился бы. Нет, не хочешь меня сюда высадить. Ну чё, балдёжно было бы, разве нет? Окей, давай сюда, там чё-то жёсткое. Наверное, в самое гу ещё, тут же этот вертолёт работает. Десантируется, десантируется, давай, заряет в воздухе. Ну, да, смотри, заряет. Балдёжно. А там уже не ряет. Сложно попасть на такой хрень. Не, нача, нам бы помощь сюда хоть пару человек. Там десантируются мужики. Ну, по идее, сюда должен идти. О, сзади пошла жара. Балдёжно. Я не понимаю, как меня, откуда меня простреливают, в принципе. Вижу, ах ты ж. Крыса такая, слышно. В кустах там, значит, сел. Вот так вот, сорян, мужик, тебе и умер. Всё. Мыша такая. Смотри. Чё, опять вертуха летит, да? Та за шо. Я пока дефаю точку, а что, мне в ней некуда уходить. Надо же точку держать. Так, полегрелло, это же не страшно. Так, уайтом берут. Молодцы. Так, вижу врага, смотри. Зарегает, нет? Не регает. Галеко, да? Не, далеко. Для ауга точно. Ух ты, это было рядом. Спасибо. Та за шо. Ну, ну, та, ну, ну. Ну, как? Да это же нечестно. Как можно её убрать? Опять на досадность. Сейчас точку эту заберут. По-любому заберут. Чё, что там никого не было там. я до пару ребят было и все я там на ези забрать обратно гиги получается давай на ой здравствуйте здравствуйте шо тут как . мы просираем значит ребят мы там на передовой воюем вы не можете выдержать это хреново вертолет никто не может убить а меня опять убьет ну пожалуйста конечно конечно пошел ты в золу стреляет он по мне подавись вот пристал сушу понравился что ли хорошо так все было он вижу врага куда-то он убежал в кусты не вижу ни хрена о вижу смотри реально но со второй стороны меня убивает кто-то левый так же не честно 2 на 1 она же ж война все честно должно быть разве нет вертолет этот надо мной кружили да ты стреляешь от своего бедра кончено не понять много их здесь одному нельзя но так то это по факту реально бесконечная игра получается то есть вот игра может закончиться аж через 14 минут в принципе честно говоря не вижу больше смысла как бы вот сейчас задаем эту точку по моему и все я не вижу смысла дальше в это играть потому что лично мне прям вообще не нравится соответственно не буду я играть то что мне вообще не нравится какой смысл то в этом явно на данном этапе игры но это прям лютый дислайк и мне не заходит вообще я не спорю она делалась не конкретно под меня соответственно это вполне нормально она по-любому найдет тех кто будет у нее играть кому она понравится я не буду из-за их числа явно полетела сейчас опять проверяйте много хаоса не хватает качества вот этого я не знаю каких садзи есть настолько динамичных игр потому что идут рвечные подлаки под фризы при том что вот сейчас у меня пинг хороший сейчас реально пинг чисто для комфортной игры так нормально он мне упал дал куда ты можешь его зарегать нет почему не судьба такая там тип меня уже крутанул у меня щас он снизу бьет смотри куда он бежал хрена я не вижу из-за этих прицелов если честно вот просто вообще ничего мне не вижу пушка закрывает саму игру ну и где он делся то есть опусти оружие вниз чтобы увидеть где бежит враг и попробуй ему еще и на ход накинуть нормально что то ни хрена не получается на ход то еще и тяжело и набрасывать ага сюда вообще пройти нельзя багать так выйди отсюда там что-то лютая авиация бомбит я никого даже и не вижу но скорее всего тут явно есть потому что это их точка так ладно ребят не обессудьте на этом мы закончим обзор этой игры и второго типа королевской зоны вот этой а если вам понравилось это великолепно если не понравилось напиши об этом в комментариях что бы хотел здесь добавить не забывайте подписываться на телеграм-канал ссылочка в описании всем спасибо пока пока пока